где-то полгода назад я делал видео под названием фигурист киноэкспорт кстати это видео я прикреплю в описании так вот интересно посмотреть о чем мы с вами говорили год назад что мы тогда предполагали о чем думали и сравнивая с текущей реальностью как это в итоге оказалось на деле на этом видео в качестве превью стоят фотографии двух фигуристок которые сменили спортивное гражданство но которых мы к сожалению не увидим на этом чемпионате это алина супьян представляющая израиль и аня кузьменко представляющая францию что интересно в этом сезоне от этих фигуристок ни слуху ни духу если мы говорим о международных соревнованиях по фигурному катанию сейчас появилась еще одна замечательная девочка из нашей страны на или и оффи которая стала представлять израиль а вот что касается франции там вообще загадка вместо они кузьменко мы видим какую-то мая мазару которая не умеет кататься прыгать простейшие прыжки но докручивает их а вот у они как раз таки вечная проблема с этими докрутами и было у фигуристки замечательно мягкое скольжение когда она скользит она будто плывет и главная ее проблема в том что ей не хватает скорости крутки то есть несмотря на высоту прыжков она не успевает докрутить все три оборота или два с половиной если мы говорим о бакселя в этом сезоне что она что алина супьян вообще неизвестно куда пропали совершенно непонятно кто их украл и почему мы не видим эту красоту на льду и тем не менее даже без этих замечательных фигуристок вы только посмотрите сколько фигуристок родившихся в нашей стране будет выступать на этом чемпионате европы а если мы вообще возьмем всех русскоязычных так это вообще для них должен быть домашний чемпионат то есть помимо наших троих красавиц мы будем болеть еще за многих других фигуристок которые представляют другие страны и главный уровень самого соревнования именно за счет вот этих новых фигуристок у нас также повышается то есть не то о чем говорит рафаэль арутинян когда фигуристки за 20 за 30 с историей делают еле-еле тройные прыжки еле катаются на вращении вообще страшно смотреть то есть вот этого становится меньше появляется больше таланта свежести и легкости поэтому конечно многие возмущены многим хочется смотреть на ковыряние во льду и падения на регулярной основе но пока что эти гнусные гадкие и мерзкие идеи еще не пришли в исполнение мы с вами можем наслаждаться вот этой красотой которая именно на этом чемпионате европы собирается себя продемонстрировать и почти вся эта красота русскоязычная что не может не радовать и не греть наше сердце так что иными словами это действительно можно назвать второй чемпионат россии а чемпионат россии я напомню это сильнейшее соревнование в мире и присутствие трех призеров этого чемпионата уже на чемпионате европы плюс многих других фигуристок которые представляли нашу страну но сменили спортивное гражданство именно за счет всего этого данный турнир у нас также становится очень престижным а